За свою жизнь опасаются жители деревянного барака, расположенного недалеко от центра Хабаровска. За последние месяцы дом горел четыре раза. В одном из случаев эксперты подтвердили умышленный поджог. У жильцов есть подозрение, что на земельный участок под бараком появился претензент. Репортаж Натальи Приходько. Как у нас здесь все погорело. Это где-то в 3.20 ночи началось. Мы, конечно, все спали. Жильцы попадают в квартиры через обугленный подъезд. В конце августа пожар начался именно здесь. Горели дверь и лестница. Путь на улицу был отрезан. Со второго этажа люди прыгали из окон. Их соседям с первого пришлось выламывать решетки. Оторвала решетку, я стала из окна выходить, подскользнулась. Руку сломала, ребра сломала. Сколько прошло? Уже полтора месяца после пожара. И чувствуется запах гари. За полгода дом горел четыре раза. Согласно заключению пожарного надзора, последний случай признан поджогом. Жители дома не сомневаются. В остальных случаях пожары тоже возникли не случайно. Ну что происходит? Поджигают нас постоянно. Выживают отсюда. Просто выживают. В бараке Надежнева проживают 20 человек. Есть маленькие дети. Из восьми квартир приватизированы пять. Остальные – муниципальные. Межведомственная комиссия Хабаровска признала дом аварийным, но подлежащим реконструкции. Пока в плане на расселение он не стоит. Дата признания дома аварийным – это 2 февраля 2017 года. В связи с чем он в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда не вошел. Однако, учитывая, что предполагается продление указанной программы, мы надеемся, что этот дом будет расселен. Земельный участок вокруг дома в муниципальную собственность не входит. И по данным мэрии, ни одна организация права на него не оформляла. Кому выгодно избавиться от барака? Жильцы теряются в догадках. 2000 квадратных метров – приличная площадь. Здесь может поместиться и парковка, и детская площадка, и любое здание. Под окнами один раз слышу, я еще спать не ложилась. Мужчина говорит, люди, люди, не бойтесь. Дали команду вас не поджигать. Вот эти слова я своими ушами слышу. Наталья Приходько, Павел Павлов, телеканал «Губерния».